В 2000-х наш гость был режиссером тверских телеканалов. Сегодня Павел Дроздов снимает полнометражные фильмы и сериалы для широкого проката и федеральных каналов. Многим он известен по работам «Лед», «Чемпионки», «Прощаться не будем», сериалу «Ростов». Давайте узнаем у режиссера, как происходил этот карьерный взлет, о тонкостях кинопроизводства и предложим ответить на опросник Твереграда. Павел, добрый день. Как вы связаны с Тверью? Вы родились здесь. Расскажите о своей истории, как все у вас начиналось с Твери. Я коренной тверичанин. Мои родители, бабушки, дедушки, все, ну не все, но большая часть тверские. Поэтому Тверь для меня это родное место, родной город, город детства, город юности и город моих предков. Очень многие знакомые, друзья, все знают, для них Тверь стала ассоциироваться во многом со мной, потому что я очень много рассказываю о Твери. Но сейчас я так понимаю, что вы уже переехали в Москву или как, где обитаете, да, где ваше основное место? К сожалению, моя профессия кинорежиссер в Твери не востребована. Поэтому я большую часть времени провожу все-таки вне дома. Это в основном Москва. Хотя, если посчитать за последние несколько лет, то это Ярославль, Ростов-на-Дону, Таганрог, Крым, какой там город еще, Кострома. То есть вот я провожу в этих городах во время съемок очень много времени. Поэтому в Москве идет подготовительный период и монтаж, съемки по всей России, а в Тверь я приезжаю к родным. У меня родители здесь, сын живет, поэтому я не могу не приезжать, и для меня очень важно сюда возвращаться. По образованию, по первому образованию, вы программист, режиссерский факультет закончили позже. Какой момент в жизни стал ключевым, когда вы поняли, что вот режиссерское направление – это ваши, это ваша жизнь, это ваша деятельность, главное. Скажем так, я всегда был близок к творчеству, потому что все мое детство прошло на сцене ДК «Культура металлиста» на вагонном заводе. Я там всю жизнь прожил практически. И когда я пошел работать, выучился на программиста, потому что это было как раз середина 90-х, это было очень модно, популярно и интересно. И меня туда как творческую натуру, конечно, повлекло. Но после того, как я закончил обучение, я уже работал как программист. И меня жизнь толкнула обратно, и я пришел на телевидение и понял, что тогда самое важное для меня – это творчество. И поэтому жизнь моя коренно образом поменялась, и как раз это произошло в 2001 году, когда я начал работать на телевидении. Вы работали на Тверском телевидении довольно-таки продолжительное время, снимали и какие-то рекламные ролики, и программы. Вспомните момент, когда вы перешли от регионального Тверского производства к какому-то всероссийскому, федеральному событию или ключевой момент, когда вы уже поняли, что Тверское телевидение, оно позади и впереди – это совершенно новый уровень. Как ни странно, это связано с… с одной стороны, это отрицательные эмоции, потому что я был главным режиссером СТС «Тверь», и в какой-то момент вся сеть СТС закрыла по всей стране региональные студии. И я оказался без работы и без дела, и мне пришлось искать новую работу. И как раз именно вот был тот момент, когда я начал работать с московской студией «Фениксфильм», и они дали мне работу, и я начал снимать фильм о фильмах. Ездил и в Карелию, и в Петербург, и в Калугу, и в Москве, и там… А начинал вообще в Торжке. Первый фильм, который я делал фильм о фильме, это снимали в Торжке. Вот. И как-то одно за другое, и так случилось, что на студии поняли, что… Я как раз учился в университете в Петербурге, они поняли, что могут дать мне попробовать снять сериал. И тогда я уже, снимая первый свой сериал, снимал его в Минске, я понял, что жизнь моя уже не будет другой. Первым сериалом был «Навигатор». Это такой триллер фантастический о людях, у которых паранормальные способности. Мне это было интересно вдвойне, потому что каждая серия нас кидала из разных эпох. Мы использовали очень много графики компьютерной. Это как я начинал на телевидении как дизайнер компьютерной графики, для меня это было близко. Я понимал, как это можно сделать, тогда это было для меня большой помощью, конечно. Понятно, очевидно, что кинематограф – это бизнес, но вот все-таки насколько вы свободны в своей профессии, в этом творчестве, как режиссер? Ну, и есть ли вообще эта свобода? Существуют ли какие-то, может быть, отдельные работы, где вы можете полностью раскрыться и раскрыть именно свою идею? Всегда выбор существует, и он всегда существует у каждого человека, начиная с того, браться за эту работу или нет. То есть, если я понимаю, что сценарий, который мне предлагают, ну, совсем не мое, то я отказываюсь. Хотя в начале творчества я не отказывался. То есть, мне везло, мне всегда давали то, что мне было интересно. И так складывалось, складывалось, что все, что мне предлагали, меня цепляло, и я делал это по-своему. Момент свободы творчества. Ну, вы знаете, на площадке, даже если приезжает продюсер, это, как правило, это человек, который помощник. Человек, который смотрит со мной в одну сторону, и соратник. И это очень важно. Потому что, если человек будет мне диктовать какую-то свою волю, ну, наверное, тогда, может быть, ему самому стоит снимать тогда. То есть, зачем тогда нанимает режиссера? Каждая картина – это часть моей жизни. Даже если взять мои какие-то, ну, самые ранние, короткометражные картины, там, не знаю, как сказать, что там фильм «Ранний оттепель» я люблю меньше, чем другие, там, чем «Ножницы». Нет. Каждая картина – это какой-то кусочек меня. Поэтому я… Причем кусочек меня именно в тот период. Я понимаю, что сегодня я бы этот сценарий снял по-другому. И очень хорошо, что я его снял тогда, а не сейчас. Поэтому и сегодняшние какие-то работы я не могу сказать, что там полнометражная картина «Прощаться не будем» для меня намного важнее, чем, например, сериалы «Ростов». Они абсолютно разные, они абсолютно о разном. И невозможно их сравнивать. Каждая по-своему хороша и плоха. То есть, кто-то говорит, что это прям прекрасная работа и замечательная, а другой скажет, нет, это ужасно. Это дело вкуса. Скажите, это совпадение, не совпадение, да, что во многих ваших сериалах, работах, но там, предположим, это «Прощаться не будем», сериал «Ростов», «Смотритель маяка». Все-таки идет конвай, это военное время, и это какая-то детективная линия обязательно идет. Все-таки, наверное, это совпадение, да, потому что специально я эти работы не искал. Вот, хочу именно детектив, именно такой шпионский детектив, да. Это, ну, так складывается моя жизнь. До этого была картина «Круговорот» на России. Это чистая мелодрама. Перед этим была на Первый канал «Верь мне», тоже чистая мелодрама. То есть, не историческая современность. Вы работали, работаете со многими актерами, с десятками, может быть, даже сотнями. Скажите, какие для вас случаи были, стали открытием, ну, как бы и в положительном смысле, и какие люди, которые вы изначально думали о них, да, как бы как о профессионалах, ну, может быть, показали себя, может быть, не с той стороны, с которой вы хотели бы. Фамилии называть точно не буду. Хорошо. Ну, к сожалению или к счастью, бывают как и разочарования, и так бывают прекраснейшие открытия. И мне радостно, когда я от человека жду, ну, настороженно его жду и встречаю. А когда мы начинаем вместе работать, человек открывается совершенно с другой стороны, и мне хочется общаться с ним и в жизни. К сожалению, бывают, конечно, и не совсем, скажем так, адекватные люди. Но, опять же, я говорю о том, что люди, все люди творческие, кто занимается искусством. Принять их такими, какие они есть, но самое главное, что я очень уважаю и ценю профессионалов. Потому что в любом случае, какое не было бы плохое настроение у человека, может быть, у него что-то дома произошло, может быть, просто у него плохой характер. Но вопрос в том, что человек приходит работать, в первую очередь, он работает и не один. Я всегда говорю, что кино не делается одним человеком, это всегда команда. Мне всегда очень грустно, когда происходит такая ситуация, что человек или не понимает, или не хочет понимать этого. Это грустно. Какими случаями сталкивались? Ну, элементарно, что мне не хотел артист выходить на площадку, потому что ему казалось, что рубашка за 20 тысяч рублей слишком дешевая. Вот, понимаете, какие-то такие вещи. Ну, к сожалению, и к счастью, это бывает очень редко. На самом деле, актеры – это дети. Для меня это дети, потому что, несмотря на их возраст, им может быть, как и там, не знаю, 10 лет, так и 70 лет. Но они все равно остаются детьми, поэтому они хотят внимания. И поэтому все какие-то сложности чаще всего связаны с вниманием. Им нужно уделять больше внимания. И вот и все. Вы приехали сейчас со студией Мосфильма. Расскажите, над чем работаете? К сожалению, не могу ничего рассказывать. Могу лишь сказать, что это новый многосерийный фильм для канала НТВ. И это будет комедия. Хорошо, Павел. Вот скажите теперь, если помечтать, что бы вы хотели снять? Что бы это было, да? Если глобально, что это может быть фильм, сериал? Какой будет кастинг? Кто в главных ролях? Кто сценарист? Где бы проходили съемки? У меня есть очень хорошая любимая фраза. Одна из любимых фраз. Если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. О планах прям совсем не хочется говорить. О мечтах мне много о чем мечтается. Мне, я очень хочу снять, все-таки сделать картины про людей, которые для меня очень важны, которые прославили мой родной город. Это Афанасий Никитин и Михаил Ярославович Тверской. Это две большущие работы, которые я бы хотел сделать. Но это такой совсем-совсем куда-то далеко-далеко вперед. Мне очень хотелось бы снять картину, наверное, или в Италии, или во Франции. Харрисон Форд и Де Ниро. Два актера, которые мне очень нравятся. Рекомендации от Павла Дроздова. Что советуете посмотреть? Из свежего. Из свежего. Фильмы и сериалы. Как иностранные, так и российские. Если говорить про иностранные картины, наверное, «Паразиты» и «Зеленая книга». Из российских картин «Эпидемия», там, «Колл-центр», «Домашний арест». Из иностранных сериалов мне очень нравятся «Острые козырьки». Буквально на днях посмотрела очень хорошую картину французскую «Моя собака идиот». Таргикомедия очень милая, очень хорошая, добрая. Первый вопрос. Где любите гулять в Твери? Самое любимое – это набережная. Как с одной стороны, так и с другой. Так повелось, что я просто очень люблю Волгу. Действительно, набережная для меня – место силы. Ваше любимое кафе, ресторан, гастрономическое место в Твери? Ну, почему-то так сложилось, что очень удобно для меня оказалось «Тревелс Кофе». Если мне нужно с кем-то встретиться или просто забежать попить кофе, то самое удобное место. Какое из последних событий посетили в Твери? Совсем последних я не посещал давно, потому что был в отъезде, я был в Крыму несколько месяцев, почти полгода. Наверное, год назад я был у Арсена Гамаляна с Оксаной Васильевой на их шоу. И также был у ребят новогодняя елка. Леша Марков, Тарас, да как раз Арсен, да и Джон. Мне нравится, что они творят, поэтому я получаю удовольствие. А самое запоминающееся событие, связанное с Тверью? Я не буду брать каких-то там съемок, потому что это всегда очень запоминающаяся, это часть моей жизни. Я, наверное, вспомню первый кинофестиваль «Созвездие». Для меня самое первое соприкосновение с кино. Как раз в Дворце культуры «Металлист» проходило очень много концертов и каких-то мероприятий. Тогда для меня это было что-то необыкновенное. И, наверное, возможно, это послужило, скажем так, направлением в моей жизни. Очень мне запомнилось выступление Караченцева на сцене. И зал был битком, и я сидел наверху на балконе. Тоже места были все заняты, люди стояли. И вот я сидел вот на этом парапете, который рискует свалиться с балкона, но для меня это было очень важно. Какое место первым делом вы посоветуете посетить человека, который впервые приехал в наш город? Пройтись по набережной. Для меня это всегда, когда спрашивают, куда? И, наверное, зайти в путевой дворец. Тем более он обновлен. Потом, конечно, я говорю, что это Белая Троица, церковь, которая для меня тоже очень важная. Она мало того, что самое старое здание кирпичное, каменное в Твери, так еще она очень интересна, как место силы. Что, на ваш взгляд, требует изменения в Твери первым делом? В первую очередь, наверное, отношение к своему городу, у людей. Почему? Потому что я говорю, что для меня очень важно, чтобы люди были профессионалами, и чтобы они делали профессионально свою работу. Если, скажем так, делаем дорогу, надо делать ее хорошо. Допустим, положили улицу Вакжанова, да, несколько лет назад. Она просто лежит, и по ней можно ехать прекрасно. А есть улицы, например, там, за Волгой, да, к родителям езжу. И я понимаю, что эту улицу, причем я помню, что ее перекладывали, может быть, в прошлом году. А сейчас уже опять ямы. Около дома, парков, понятно, что очень много машин. Засыпали гравием, а сверху асфальт не положили. Поэтому, естественно, там грязюка всегда. Прошел дождь, там грязюка. Ну, вот несложно же было положить там хотя бы тонкий слой асфальта, да, на участок, там, не знаю, там, 20 на 20 метров. Это же несложно, несложно. В принципе, да, но просто если относиться к каждому так хорошо, да, к каждому участку работы своей, то мы будем жить лучше, это 100%. Какого места не хватает в Твери? Я считаю, что городу просто необходим памятник Екатерины Великой. Тот город, центр города, который мы с вами видим, создан благодаря Екатерине Второй. Если бы не было ее распоряжения специального, да, то после пожара, как бы, ну, так бы, город бы застроился опять хаотично. Гордость Твери? Афанасий Никитин, Михаил Ярославович Тверской и, наверное, Андрей Дементьев. С Андреем Дементьевичем я был лично знаком, и он, скажем так, всегда для меня был примером, как нужно относиться к родному городу. На четвертом месте я бы, наверное, назвал Михаила Круга. Несмотря что многие относятся достаточно скептически к его личности, но я считаю, что он тоже сделал очень много для родного города. И он был человек, который любил Тверь. Печаль Твери. Сразу приходит в голову это речной вокзал. Видеть то, что сейчас я там вижу, мне всегда очень грустно и печально. В фильме «Прощаться не будем», вот, наверное, как раз речной вокзал – это последний фильм, когда он стоит в том виде, в котором он был, в своем историческом виде. Мы его там очень много обсняли. Мне грустно, что сегодня его нет. Три имени, которые лично для вас связаны с Тверью. Ну, я уже сказал, да, Афанасий Никитин, Николай Тверской и Андрей Дементьев. Ну и Тверь какая? Пишите в трех словах. Ну, во-первых, родная, противоречивая, потому что я очень люблю архитектуру, она для меня очень противоречивая в Твери. Я, как вижу, то, что было построено в XVIII веке, да, я вижу в Морозовске казармы, которые, к сожалению, пока находятся не в лучшем состоянии, но я надеюсь, что рано или поздно до них тоже руки дойдут. Я вижу районы спальные, я вижу новые районы, она очень разная, противоречивая. И эта вот противоречивость архитектурная, она мне на самом деле радует. Мне это нравится. Ну и, наверное, третья, все-таки просто любимая, потому что я возвращаюсь и буду возвращаться всегда в Тверь, я приезжаю и вот домой в Тверь приехал в свой любимый город. Хорошо, Павел, спасибо большое, спасибо за интервью, за беседу. Спасибо.